Привет-привет! Наконец-то для многих долгожданное видео, касающееся работы ума, что это такое, как им управлять и вообще, что со всем этим делать. Давай не будем терять время. Я думаю, ты уже видишь, сколько это все, какая продолжительность ролика. Я вот сейчас только начал писать, я не знаю, какая она будет. Постараемся, чтобы это было не сильно долго, но в то же время нужно ничего не упустить и, соответственно, максимально подробно разобрать этот интереснейший вопрос. Давай начнем с того, что в целом такое есть человек, потому что ум – это непосредственно его часть, и разбирать его в отдельности, в отрезе, так сказать, от человека мы не можем, потому что это две взаимосвязанные абсолютно вещи. Собственно, ум существует для того, чтобы помогать в нашей жизнедеятельности. Так вот, многие, как ты понимаешь, думают, что человек – это тело, и у него там как-то работает мозг, и в целом на этом познания все останавливаются. На самом деле это не так, и я хочу, чтобы для понимания твоего, я объясню сейчас на примере наших компьютеров-телефонов, наших гаджетов. По большому счету, они созданы по образу и подобию нашему. Тогда, я думаю, тебе будет понятно, тебе не обязательно быть айтишником даже, но если ты хорошо разбираешься в компьютерах, в технике, в этой всей, то тебе еще проще будет это все понять. Вот смотри, давай на примере телефонов наших смартфонов. Вот у тебя есть телефон, он у тебя в руках, и у него есть некое тело. То есть, вот это сама железка, вот это само железо с экранчиком, где-то с кнопочками, с сенсорами и всем остальным – это есть наше физическое тело. То есть, у него есть какие-то органы чувств, если это так можно назвать, то есть, это сенсоры. Есть какие-то средства отображения, и он может как-то проявляться. То есть, иными словами, это интерфейс для взаимодействия с нами в данном случае. Точно так же и наше тело является интерфейсом для взаимодействия с внешним миром. То есть, у нас то место, где мы живем, так называемый материальный мир, для того, чтобы с ним как-то взаимодействовать, нам нужен некий интерфейс. Для того, чтобы мы могли вот этими руками что-то делать, глазами что-то видеть, ртом что-то говорить, ну и так далее, и так далее. Но, как ты знаешь, у компьютеров и у твоего телефона, в частности, у него есть так называемое программное обеспечение. Это, в первую очередь, операционная система его. Мы сейчас не будем сильно подробно там прям углубляться, хотя, на самом деле, если вот прям разобраться, то это один в один просто. По-простому есть операционная система. Это либо, да, популярные две операционные системы. Это либо Android, либо Apple-овская, да, там, ну не macOS, а для телефонов, как она там называется, не важно, ну, в общем, типа iOS, да. Соответственно, вся магия происходит, по большому счету, благодаря именно программному обеспечению. То есть, какое бы у тебя шикарное железо не было, но если у тебя дефективное программное обеспечение, глючная операционная система, то, соответственно, ты далеко не уедешь. Вот. И у человека все точно так же. То есть, у нас есть, помимо нашего тела, у нас есть некое программное обеспечение, с помощью которого мы, соответственно, и взаимодействуем с этим миром. И вот здесь нужно поподробнее. Наше программное обеспечение, то есть, оно тоже есть некая операционная система, это можно так представить ее, она делится на так называемую сознательную и бессознательную часть. То есть, сознательная часть – это то, что мы вот осознаем вот в данный момент, да. Живя в этом мире, мы, например, понимаем, что нас там зовут так-то так-то, мы живем в такой-то стране, мы, допустим, смотрим там на стену, да, и видим там обои, да, такие-то, они такого цвета. То есть, мы осознаем какие-то факторы внешней, да, окружающей среды и в целом то, что мы думаем. То есть, мы можем что-то думать, о чем-то размышлять, да. Это называется сознание. Потеря сознания, да, когда мы, например, там, не знаю, на солнышке перегрелись или просто вырубились от количества выпитой охоты крепкой, соответственно, мы теряем, допустим, сознание, да, и что в этот момент происходит. Происходит отсутствие управления, да, именно, то есть, мы не понимаем, что происходит. У нас нет контроля осознанного над своим телом. Но обрати внимание, тело не умирает. Ну, как правило, если ты сильно много охоты крепкой не выпил, да, то оно продолжает функционировать каким-то образом. Сердце бьется, да, мы дышим и так далее, и так далее. Еще могут и руки, и ноги дергаться каким-то образом даже, да. То есть, есть так называемая бессознательная часть психики. Это то, что мы не осознаем и не понимаем. И если, например, сравнивать по объему, да, сознательную и бессознательную часть, то наше сознание – это песчинка, просто песчинка. А бессознательная часть – это пустыня Сахара. То есть, разница между ними даже не на порядке. То есть, она колоссальная, невероятная. И между сознанием и бессознательным есть что-то наподобие тонкой ниточки, которая их связывает. Такая вот связь, да. И, ну, это не одна, не один канал, да, такой. То есть, это как много таких каналов связующих, вот. Благодаря которым мы можем этому бессознательному отдавать какие-то команды. Ну, например, представь себе, что... Опять же, вернемся к компьютеру, да, вот на телефоне. Ты запустил какой-то редактор видео, допустим, да. И тебе нужно, ты отдаешь ему команды. Допустим, тебе надо открыть видео, открыть видеофайл какой-то. И потом этот видеофайл обрезать и сконвертировать, сохранить вот в обрезанном в этом виде. В этот момент то, что тебе надо знать об этом, это просто какую кнопочку в интерфейсе нажать. Для того, чтобы дальше произошла какая-то магия там внутри. В так называемой бессознательной части психики телефона, если так можно говорить. Ты же, ну, по факту не понимаешь, какой там формат у видео, как он это делает, как он там обрезает. Ты там тыкнул сюда, тыкнул сюда, вот тут мне, пожалуйста, обрежьте и нажал кнопочку сохранить. Все. Но там происходит нереальное просто количество действий, да, по манипуляции с конкретным файлом, да. То есть, там нужно конкретное время, начало, конец, формат, чтобы бит к биту сошелся, чтобы у тебя там все было, короче, по фэн-шуй. То есть, это делает бессознательная, условно говоря, часть. Точно так же и в нашей жизни. Когда мы хотим решить какой-то вопрос, я сейчас вот подчеркну это в нормальном состоянии, когда мы, ну, у нормального человека, да. Когда мы хотим решить какой-то жизненный свой вопрос, у нас есть какая-то задача, то фактически что происходит? Наше сознание, вот то, что мы осознаем, это фактически пульт от телевизора. А сам телевизор с огромным количеством каналов, ну, и так далее, и так далее, и всякими там настройками, это, соответственно, сам телевизор. То есть, то, что мы в сознании можем воспринять, это не что иное, просто как пульт. Мы просто отдаем команды в бессознательное. И по вот этой тоненькой ниточке, связующей сознание и бессознательное, отправляется запрос. Ну, например, я хочу выпить кофе, да. Что я делаю? У меня есть программка, называется, попить кофе. Но это скорее алгоритм, да. Программы состоят из множества алгоритмов. Есть простые алгоритмы, да. Но когда их много, это, соответственно, целый программный продукт. Так вот, есть алгоритм для того, чтобы мне пойти попить кофе, мне надо встать со стула, пойти, да, как у программистов, там есть такая загадка, что нужно сделать, чтобы положить жирафа в холодильник. Надо открыть холодильник, взять жирафа, положить его в холодильник, закрыть холодильник. То есть, это алгоритм. И, по большей части, вся наша жизнь, жизнедеятельность, она состоит из алгоритмов, которые мы делаем, мы даже не задумываемся. То есть, ты захотел попить кофе, да, ты встал, пошел, взял чайник, налил туда воду, включил этот чайник. Пока он греется, ты засыпаешь кофеечек себе, да, в чашечку, там, один к двум, там, один кофе, два сахара, ну, и так далее, так далее. Залил это все кипяточком, и потом радостный пошел это все дело пить с печенюшками или с чем ты там пьешь, собственно. Вот. И это вот самый простой пример, да. Но подобным же образом решаются вообще все задачи в нашей жизни. Это что угодно. Как построить бизнес, как полететь на Луну. То есть, любая мысль, она точно так же. То есть, у нас есть запрос. Мы сфокусировано этот запрос отправляем, так сказать, в обработку, да, и нам приходит какой-то ответ. Это у нормального человека. Но проблемы начинаются тогда, когда мы с помощью пульта от телевизора, да, пытаемся решить какие-то глобальные вопросы путем логики. Да. И это не работает. Мы поговорим дальше, ты поймешь, почему это не работает. То есть, фактически, ну, например, те же наркотики, алкоголь, сигареты, да, там и многие другие вещи. Они разрушают вот эту связь сознательного и бессознательного. И мы пытаемся какой-то глобальный... Ну, представь, что, ну, я не знаю, ты хочешь посмотреть телеканал Discovery, да, и ты сидишь в пульт, тыкаешь так, а где же тут? То есть, забыл вообще о телевизоре, да, он вообще выключен у тебя. А ты там в пульте батарейки, а ты сидишь, думаешь, где же тут его посмотреть? Да, естественно, нигде. Потому что пульт, он, ну, он не предназначен для этого. И нужно еще понимать такую простую вещь. Бессознательная часть нашей психики – это суперкомпьютер, который способен решить, ну, фактически, любые задачи. Но он абсолютно безвольный. То есть, фактически, вот эта супермашина, этот суперкомпьютер, он является рабом нашего сознания. Он является рабом нашей психики, вот этой вот сознательной части, пульта телевизора. Как телевизор является рабом пульта, точно так же и наше сознание командует бессознательной частью. И бессознательной части, вот это дальше, очень пригодится вот это понимание. Ей абсолютно все равно и не важно, откуда поступают команды на выполнение. То есть, она безвольна, понимаешь? Ей без разницы, кто дал команду. Надо что-то посчитать, она будет считать. Это очень важный момент, давай на этом вот запомни этот момент. Это очень важно. Бессознательная часть психики, наш суперкомпьютер, вот этот вот комплекс, да, он безвольный. Но и это же еще не все. Дело в том, что, как ты знаешь, сам по себе смартфон, да, по сути является кирпичом без доступа в сеть. То есть, если у тебя нет подключения к интернету, то, ну, как ты понимаешь, да, есть большая разница, телефон с интернетом и телефон без интернета, да, сейчас особенно. То есть, он по сути бесполезен, там делать нечего, да, точно так же и у нас. То есть, мы точно так же подключены к огромному интернету, к сети. И, соответственно, есть, помимо глобальной сети, в которой мы живем, может быть, ты слышал такую штуку, как поток или информационное поле, да, это вот все об этом. Так вот, если ты себе примерно представляешь, да, глобальную сеть, то ты должен так же понимать, так же, как наша сеть интернет глобальная состоит из подсетей, да. То есть, есть глобальная сеть, но она разбита на маленькие подсети, меньшие, которые, да, эти меньшие подсети еще разбиты на какие-то подсети и так далее, и так далее. И в нашей жизни есть точно такая же штука. Она называется эгрегор. Очень звучит, так, знаешь, по-эзотерически, красиво, по-волшебному, но как есть. Другого названия я не встречал, к сожалению или к счастью. Можешь написать комментарий и придумать свое какое-нибудь. То есть, есть эгрегор. Что такое эгрегор? Есть в двух словах эгрегор – это информационное поле. Все. Где присутствует от двух, да даже не так, от одного до, по сути, бесконечного количества пользователей, да. Каким образом формируется эгрегор? Очень просто. Надо понимать, что их десятки, сотни, тысяч, а может и миллионы. Их посчитать практически невозможно. Какие-то из них создаются и удаляются, да, там, очень быстро, в течение дня фактически, да, или там, в течение разговора какие-то существуют столетиями. Надо понимать, что создается эгрегор всегда на основе каких-то, ну, давай это назовем, общих интересов. Ну, допустим, я люблю мороженое, пломбир. И есть также количество людей определенное, которые точно так же это мороженое любят. Все. Это эгрегор. И никто не спрашивает тебя, хочешь ты в этот эгрегор подключиться или нет. Ты в него подключаешься автоматически, обладая какими-то определенными качествами или навыками. Или вот у тебя, то есть, должна быть какая-то, как это, нужно на чем-то синхронизироваться, да, то есть, нужно на чем-то законнектиться. И вот представь себе, какое количество эгрегоров есть огромное, да, где собраны люди, которым, ну, у которых есть некая общая идея, общий интерес. И вот, что самое интересное в эгрегорах, в принципе, ну, казалось бы, да, вообще, зачем они нужны и что с этим делать. Во-первых, вот тебе будет проще понять, что такое эгрегор, по примеру, например, YouTube-каналов, да. Ну, вот у тебя есть YouTube, ну, там, видел, какой-то YouTube-канал, да. Ты на него подписался, допустим. Потому что он совпадает с твоими интересами. Вот, и там подписаны такие же люди, которым точно так же нравится контент, который находится на этом YouTube-канале. Только в жизни тебя никто не спрашивает. То есть, ты подключаешься туда автоматически. Понимаешь? И, соответственно, это вот ты наверняка слышал такое словосочетание, как коллективное бессознательное, да. Когда какая-то определенная группа людей объединена какой-то идеей, соответственно, вот это и есть. Коллективное бессознательное. И надо также понять вот еще что. У тебя есть в распоряжении твой суперкомпьютер, твоя бессознательная часть психики. Мощнейшая машина, способная решать там невероятные задачи. Но, если ты объединяешься в сеть с другими такими же суперкомпьютерами, то вычислительная мощность, как ты понимаешь, на порядке вырастает. То есть, соответственно, как говорят, одна голова хорошо, две лучше, да. И вот здесь таится очень интересный финт ушами и в каком-то смысле ловушка. Да. Почему? В чем она заключается? Дело в том, что когда мы отдаем запрос в нашу бессознательную часть психики, да, этот суперкомпьютер начинает производить расчеты. И он также лезет за ответами в сеть. То есть, он начинает сканировать наш суперкомпьютер, в том числе и эгрегоры. В том числе он начинает идти, ну, грубо говоря, по иерархии. Да, есть иерархия. Маленькие эгрегоры, да, и потом больше, 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 больше. Так вот, вначале идет сканирование по ближнему окружению. Да, то есть, допустим, у тебя есть друзья твои, с которыми ты общаешься. Он полез, грубо говоря, спрашивает у бессознательной части психики твоих друзей, а как мне решить этот вопрос. Да, и все начинают скидываться ответами. Итак, дальше по иерархии. Если ответ не найден, либо он не устраивает, ну, поднимается все выше и выше. И тут очень важно понимать следующую вещь. Вот сейчас прямо вот сфокусируйся, прям соберись. Твое сознание не способно отличить ответ, который пришел с помощью эгрегора от эгрегора, да, либо который высчитала твоя психика самостоятельно. Еще раз, когда к тебе приходит ответ, ты никак не можешь понять, этот ответ пришел от эгрегора или этот ответ пришел от бессознательной части психики. Тут очень много тонкостей в эгрегорах, и это отдельная тема, если хочешь, мы ее с тобой обязательно обсудим. Тут разговоров еще на час, потому что там есть очень много нюансов. Но ты должен четко понимать, вот не зря же есть такая фраза, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да, наверняка ты слышал. Вот это как раз с этим и связано. Что общаясь с людьми, ну, тут прямо очевидно, если ты общаешься, да, это прямо понятно. Общаясь с какими-то людьми, они наделяют тебя какими-то, соответственно, качествами. Да, казалось бы. То есть тебе кажется, что это твои мысли. Ты думаешь, что, ну, ты общаешься с алкоголиками, например, да, и тебе кажется, что это твое волевое решение, блин, сегодня попить пивка. На самом деле нет. Ты обращал внимание, как ты начинаешь общаться с каким-то человеком, ну, давай хороший пример, с успешным человеком, прикольным, интересным, да. Твоя жизнь как-то начинает налаживаться, то есть там, ну, допустим, зарабатывать начинаешь больше, да, у тебя ресурс какой-то появляется, там, энергия. Там, спортом начал заниматься, да, и так далее, и так далее. Почему это происходит? Чем теснее вы общаетесь с этим человеком, тем ваш эгрегор мощнее. Ваша сеть мощнее. И, соответственно, его влияние на тебя усиливается. К сожалению, происходит и наоборот, когда человек не совсем достойный, да. Ну, и начинается в жизни разного рода метаморфозы. Казалось бы, чисто случайно, черная полоса там нет. На самом деле вопрос в том, в каких сетях ты находишься. Это очень важный момент, мы об этом поговорим, когда будем говорить конкретно о взятии ума под контроль. И как его, собственно, как его, да, приструнить, да, правильно, как им управлять. Так вот, ты должен понимать, что ум имеет направленное действие. То есть, ум находится, скажем так, частично в сознании, частично в бессознательном. То есть, это, ну, знаешь как... В сознании находится интерфейс, грубо говоря, управления умом. Но, по сути, умом мы можем, да, назвать, если дать определение, что это такое. Это совокупность программно-алгоритмических каких-то комплексов, да. Вот я не силен в определениях, да. Ну, вот когда-нибудь я, наверное, исправлюсь. То есть, ну, грубо говоря, это программно-алгоритмический комплекс. И тут очень важно понимать, что есть осознаваемые программы ума, которые мы понимаем, как они работают. Ну, как, например, там, да, попить кофе пойти, да. Мы понимаем, что это навык некий. Или там навыком может быть умение играть в футбол или на гитаре, да. То есть, это есть навык, мы его осознаем. Но есть также программы, которые работают в фоновом режиме, и мы даже не отдаем себе отчет, что они работают. И нужно понимать еще вот что. Ум, наша психика, да, она создает многие программы автоматически, без нашего ведома. Например, у нас есть система безопасности. Система безопасности ума. Как она работает? Ну, к примеру, есть такое выражение. Укушенный змеей боится веревки, да. И когда-то, ну, например, был случай. Человек шел по улице, да, увидел там что-то похожее на веревку, внимания не обратил. Это оказалось змея, она его укусила. Там были проблемы, в общем, короче, чуть ласту не склеил. В итоге все закончилось. Хорошо. Но что делает ум? Он понимает, ага, это опасность. Мы здесь чуть не поклеили ласту. Поэтому моя задача хозяина обезопасить. Мне нужно сделать так, чтобы в следующий раз он, ну, как бы, обратил внимание на эту веревку. Или есть этот похожий на веревку. И потом человек, идя по улице, видя уже не змею, а реальную веревку, он этого боится. То есть, он сразу оп, да, там, ну. В целом, это очень классная и логичная вещь. Она очень помогает по жизни. То есть, ты пока лежал в больничке, там, под капельницей, да, ты не думал о том, что вот, надо бы как-то там. Это все произошло автоматически. Но в чем подвох? Дело в том, что ум, как ни крути, но это машина. Мы привыкли говорить ей слово «умный», да? Но это не значит «разумный». Очень часто ум создает вот эти программы, если мы говорим о системе безопасности сейчас, да, то он создает программы, которые, ну, скажем так, чересчур обезопасивают нас от чего-то. Ну, например, там, не знаю, девушку обидел какой-то мужчина, да, и после этого она говорит, что все мужики – козлы. Но мы же понимаем, что не все мужики – козлы, да? И она так говорит, потому что, опять же, она позволила своему уму взять верх. То есть, она находится под его влиянием. Она не контролирует этот процесс. И вспоминая, и у нас очень много таких примеров, когда мы, там, вот человек, там, начал какой-то бизнес, у него что-то не получилось, да, и он говорит, все, бизнес – это, там, в лучшем случае не для меня, да, или вообще это все дичь, там одни воры сидят, да. То есть, в этом есть проблема некоторая. Так вот, нужно понять следующее. Что? Наш ум, он неумный, вот как бы это странно ни звучало, да, то есть, это машина, и ее нужно контролировать. Каким образом? Сейчас объясню. Также у ума есть очень одна интересная особенность. И вот этого уже нет в наших телефонах, компьютерах и так далее, и так далее. Так как психика наша, по сути, своей, по природе, если возвращаться к тому вот определению, что есть человек, да, человек, по сути, это есть, да, интерфейс взаимодействия с окружающей средой, это наше тело, да, и есть психика. Но психика, она тоже в каком-то смысле материальна. То есть, психика, она присутствует в виде так называемых полей. То есть, есть, ну, чтобы тебе проще было, да, есть электромагнитные поля. Ну, что такое электромагнитное поле? Это колебания на определенной частоте определенных, соответственно, каких-то структур, да. И, допустим, вот радиосвязь, да, это что? Это колебания электромагнитных волн. Да, посредством этих электромагнитных волн передается информация. Психика – это точно такие же поля, с той лишь только разницей, что, во-первых, не все поля электромагнитные, да, мы тоже обладаем электромагнитным свечением определенным, но у нас этих видов полей, их очень много. И какие-то из этих полей, да, вот, например, ученые, там, вот аура, да, там есть даже аппараты, которые делают снимок ауры, да, твоей. Но надо понять, что аура – это всего лишь один из многих видов поля. Сейчас нет смысла все их перечислять, надо просто понимать, что они есть, их определенное количество. И точно так же, как электромагнитное поле способно намагнитить, ну, например, если ты поместишь в сильное электромагнитное поле какой-нибудь там металлический предмет, да, он намагнитится, точно так же наша психика способна, условно говоря, в кавычках, намагничивать какие-то вещи, предметы, то есть она способна влиять на что-то. Как это работает? Вот смотри. Ты же обращал наверняка внимание, что вот ты купил себе какую-то вещь, тот же телефон, да, и ты должен был заметить, что как только ты его купил, у тебя к нему одно отношение, то есть ты его даже, вот он у тебя, ну, не то, что даже в руке не лежит, а как-то вот как инородное тело, понимаешь, да, то есть он, ну, как будто это не твое. Ты его как-то даже в карман аккуратно кладешь, ты его даже толком нормально взять со стола иногда не можешь, чтобы он не выскользнул, да, то есть ты еще взаимодействуешь с ним как бы не очень так как-то, да. А со временем ты его чувствуешь уже как часть себя. И не дай бог с ним что-то случится, да, то есть там боль такая, будто тебе там реально часть тела как-то покалечили, понимаешь, да, идея в чем. Что произошло? Ты своим умом намагнитил этот предмет. И теперь вы синхронизировались. Точно так же это очень хорошо ощущается в одежде. Вот ты можешь взять одежду другого человека, например, соответственно, она может подходить по размерам, все может быть классно, но ты ее надеваешь и чувствуешь дискомфорт. Или наоборот, она тебе очень нравится. От чего это зависит? Смотри. Другой человек носил эту одежду какое-то время, она намагнитилась. То есть на этой одежде присутствует поле другого человека. Ты ее на себя надел, то есть максимально близко ее к себе поднес, и ваши поля начинают контактировать. То есть идет либо резонанс, либо диссонанс. По вашим полям, по каким-то информационным, скажем так, параметрам. Я очень надеюсь, что ты понимаешь все, что я тебе говорю. Но если ты вдруг чего-то недопоймешь, ты, пожалуйста, пиши в комментарии, и я тебе дополнительно отвечу. Пиши свои вопросы. И бывает, что, допустим, ты, ну, к примеру, любишь какого-то человека, да? Там, любимый человек твой, неважно, друг, там, девушка, мама, папа, это дело такое. И, к примеру, ты можешь взять вещь этого человека, да? Вот. И тебе приятно ее держать в руках. Как будто родное что-то держишь. Я думаю, все это ощущали, и нет таких, которые скажут, да нет, это какая-то дичь. Вот. И точно так же, наоборот, да, можно взять в руки вещи, какую-то от нее такую прямо аж мерзость какая-то, аж в руки помыть хочется после этого. Вот. То есть, надо понимать, если чуть-чуть, да, там, поподробнее об этом намагничивании, это тоже, опять же, отдельная тема, но надо понимать, что не держит, то есть, намагничивание держится определенный период времени. И размагнитить тоже есть способы, это соль, вода, соленая вода, да. Вот. И так далее, и так далее. То есть, это тоже отдельная интересная тема, как это работает. И я думаю, теперь ты понимаешь, что вот вся эта магия, которую делают, да, там, привороты, отвороты, там, и прочие вот эти вещи, не занимайся этим никогда, кстати говоря. Я очень тебя прошу, это настолько плохая идея, что я тебе даже рассказывать не буду, потому что сколько уже людей на этом погорело, и продолжает заниматься этой херней. Вот. Ну, в общем, просто не делать. Так вот, на этом все и строится. На намагничивании каких-то предметов, да, вот, говорят, есть там подклады, да, то есть, что, по сути, сделано. Предмет намагничивается определенной информацией, да, определенным полем, и подкладывается в место, где, собственно, объект находится часто. Ну, и, соответственно, большой привет, да, то есть, это отдельный, опять же, отдельный разговор, и, ну, не хочу это пока, да, как-то... То есть, ты просто должен понимать принцип, как это работает. То есть, мы своим умом, это его способность намагничивать, влиять на окружающий мир, в том числе. Вот. Какие от этого полезные функции, какие нет, я думаю, ты сам догадываешься. Это тоже очень важно понимать. Давай теперь остановимся более подробно на непосредственно алгоритмах и программах, которые работают у нас в уме, потому что мы должны вообще отслеживать и понимать, что происходит. То есть, есть... Я когда говорю, что программно-алгоритмический комплекс, да, то есть, ты должен понять, алгоритм – это какая-то простая последовательность действий. То есть, для того, чтобы там, вот, пойти попить кофе, там, не знаю, сходить в туалет, ну, и так далее, и так далее. Это какие-то очень простые вещи. Программа – это более сложная какая-то ситуация, ну, например, там, программа взаимодействия с другими людьми. Да, обрати внимание, есть очень частые истории, вот, если говорить, к примеру, о личных отношениях, да, бывают люди, у которых из раза в раз личные отношения, сценарий повторяется. Почему так происходит? В том числе и потому, что у человека есть программа, называется, так и называется, личные отношения. И там есть набор алгоритмов, они могут ветвиться там, ну, представь себе, да, вот алгоритмы, там, типа, условия, если так, то я делаю так, а если так, то потом вот так, цикличные какие-то, там, циклы, да, и так далее, и так далее. Кто вот программист, вообще хорошо меня сейчас поймет. То есть, и программа, личные отношения, она, соответственно, обладает набором этих алгоритмов, и человек по ней живет. И когда у него в жизни происходит, ну, например, какой-то косяк в личных отношениях, то проблему надо искать не в другом человеке внезапно, а нужно искать именно в этом программном продукте. Потому что тот же самый другой человек был выбран именно посредством этой программы. Это ж не то, что тебя заставили, да, ты же сам принял решение, что я буду общаться с этим человеком. Поэтому разговоры о том, что, например, это просто не мой человек, там, не повезло, не судьба, это все абсолютные глупости. То есть, вся проблема именно в программе. Вот. И тебе нужно вот еще что знать. Есть программы, опять же, так называемые фоновые, а есть программы, которые... Ну, то есть, есть программы, куда тебе доступ, ну, в нормальном состоянии, по крайней мере, закрыт. Ну, например, у тебя сердце каким-то образом же бьется, да? Ты же не задумываешься об этом? На это тоже есть программа. Она задает чистоту. Более того, она, допустим, ты побежал, к примеру, да, автоматически в этой программе срабатывает там триггер. Ага, мы начали ускориться, мы потребляем больше кислорода, значит, надо быстрее гонять кровь, да? И таких программ очень много. И доступ к ним закрыт. Закрыт не просто так, чтобы ты своими корявыми пальчиками там не остановил нахрен себе сердце и, опять же, не отбросил коньки. Вот. Это никому не нужно. Хотя, опять же, это можно сделать при определенных навыках, но не нужно. Ну, вот. То есть, есть программы системные, так скажем, да, куда лезть не стоит. А есть программы, которые можно и нужно даже менять, подстраивать, особенно если мы понимаем, что они были созданы в автоматическом режиме по какой-то причине, да, и, соответственно, что-то там идет не так. Так вот, также нужно понимать, что когда мы решаем какую-то задачу в нашей жизни, да, мы всегда пользуемся этими программами или алгоритмами. Но также зачастую, наверное, ну, если в процентном соотношении говорить, ну, я думаю, минимум в половине, да, случаев, мы обращаемся за помощью к эгрегору, к эгрегорам, да, в которых мы состоим. То есть, у нас есть какая-то идея, мы что-то хотим сделать, да. И та же программа, ну, например, личные отношения, она обращается за советом к другим эгрегорам. Ну, допустим, у девочки, или там, ладно, у парня, пускай. Нет, и у девочки, потому что... У девочки есть подружки. Да, одна трижды разведенная, другая дважды разведенная, третья, там, я не знаю, вообще ведет образ жизни не совсем, так скажем, нравственный, да. Вот, она со всеми вступает в беспорядочные сексуальные связи. Вопрос. Какая вероятность того, что у конкретно взятой девушки будут проблемы в личных отношениях? Она очень высокая. И обрати внимание, что подружки могут даже ей ничего не говорить и не советовать. Проблема в том, что к ней в алгоритмику просачиваются чужие алгоритмы и программы. Именно за счет того, что у них плотное взаимодействие, у них сильный эгрегор. Ну, там, типа, подружки детства, например, да. Ты представляешь, какая там связь вообще сумасшедшая, да. Ну, вот. Сейчас только, пожалуйста, не надо винить подружек, друзей, там, я не знаю, расчищать, расстреливать всех. Не надо. Дослушай до конца, сделай выводы, подумай десять раз. А потом уже прощайся с людьми, потому что я тебе в прошлом видео не просто так сказал, что цени людей, какими бы они ни были, и в конце даже видосик с красивыми стихами влепил. Так что давай сейчас без паники, а то я тебя знаю сейчас. Начнется, блядь. Видео на паузу, алло, Вера, ты тварь, и вот это все. Не надо. Не надо, пожалуйста. Вера ни в чем не виновата. Следи за собой. Вот ты должен еще понимать, что у программы алгоритмов есть некая приоритетность. То есть, в нашем сознании есть определенная иерархия программ. Ну, допустим, когда есть какая-то опасность, ну, к примеру, там, я не знаю, прилеты начались, да, то, допустим, ум понимает, что надо срочно куда-то петлять, да, иначе будет нехорошо, будет бобо. Вот. Володька не спит, Володька, значит, накатил стакан, и может быть, могут быть проблемы, да. Вот какой Володька уже решай сам. Ладно, это не смешно ни разу, но тем не менее. Вот. И, соответственно, этот алгоритм, алгоритм беги, он резко поднимается на ступень выше. То есть, он в иерархии находится сверху, да. Он даже не поднимается, он там всегда находится. То есть, опасность – это приоритет самого высокого уровня. То есть, и чем сильнее опасность, тем, соответственно, этот приоритет выше. И таким образом у нас есть некая иерархия наших программ, да, которые выполняются. То есть, когда, допустим, там идет какой-то замес, да, там что-то не так, тебе абсолютно на программу личные отношения, если разве что этот человек не рядом, и тебе не нужно его защитить, да, тебе на это плевать на данный момент вообще. То есть, это не берется никак в обработку, это не в твоем фокусе, понимаешь, да. Вот. То есть, есть некая иерархия. И дело в том, что наверняка у самых одаренных и смышленных из вас возник вопрос. Если мы находимся в эгрегорах, да, то это ж какая каша у нас в голове должна быть из этих программ и алгоритма? Потому что к нам же постоянно лезут чужие алгоритмы. Чужая алгоритмика просто должна бомбардировать, да, наше сознание. Оно так и есть, но ты, наверное, обратил внимание, что даже имея подружку, например, шлюху, да, девочки, не у всех так, но просто, я пример просто такой привел. Беру крайности, да, но даже имея подружку шлюху, другая девочка шлюхой не становится. Да, она может делать ошибки в личных отношениях, какие-то тупорылые действия у нее могут происходить, но это не значит, что она будет делать все точно так же, как делает ее подружка. И подружка почему-то не становится целомудренной в свою очередь, да, она как ходила, веселилась, так и продолжает. Почему так происходит? Дело в том, что над алгоритмами и программами есть некая система безопасности, наша, личная, собственная, чтобы мы не нахватались всякого дерьма, да, чтобы наша жизнь не превратилась в кромешный ад, чтобы этим как-то управлять. У нас есть такая, как купол защитный. И название его нравственность. И это не просто какая-то, знаешь, такая, ну, типа, выражение, где там, ну, ты просто должен быть добрым и хорошим. Это лично, это так не работает. Нравственностью является набор некоторых параметров, несоблюдение которых отсекает алгоритм сразу же. Ну, например, убийство человека, да, как к этому можно относиться? Можно согласиться с этим, можно не воспринимать это, можно воспринимать, но при каких-то условиях, да, можно не относиться никак, быть, вот это модное слово, агностиком, да, ну, это, знаете, это как говорить о шлюхах, да, они обычно говорят, я не шлюха, я эскорт, но на самом деле, ну, в рот беру за деньги, да, и, ну, как бы, ну, хорошо, можно это назвать эскорт, вроде звучит лучше, но по факту все плохо, да, хотя, опять же, для кого-то нормально. Так вот, нравственность – это набор установок, через которые алгоритмы не могут пробиться. Это не обязательно какая-то жесть, типа убийства человека, да, это может быть все, что угодно, ну, допустим, там, ну, вот есть 10 заповедей, да, вот библейские. Примерно это вот то же самое. То есть, это некие базовые установки, которые нам даны с рождения для того, чтобы, вот когда ребенок рождается, у него есть база в виде нравственности, он еще хрустально чистый, да, кристально чистый, извините, хрустальный, пху ты твою мочу мне этот хрусталь. Кристально чистый, короче говоря, ребеночек маленький родился, и его нравственность записана с заводскими настройками. То есть, он уже сходу понимает, что делать какие-то вещи нельзя. Потом, ну, соответственно, тупорылые родители и так далее, и так далее, сейчас мы об этом поговорим. И ты должен просто понимать, как это работает. То есть, в эгрегоре, например, людей, которые, ну, хорошо, допустим, промороженные, то есть, это слабый эгрегор, да, он большой, но он слабый, да, людей, которые любят пломбир, к примеру, да. То есть, эгрегор сам по себе большой, но он не сильно влиятельный. Хотя тоже оттуда могут закидываться алгоритмы. Пример большого и сильного эгрегора, ну, например, это религия какая-нибудь, допустим, христианство, да. То есть, люди, у них есть ритуалы, они там каждое воскресенье, или когда они там ходят в церковь, да, там свечечки ставят, там, типа, молятся Богу, да. И это имеет очень сильное влияние. И в этом эгрегоре есть большое количество людей. Также надо, кстати, понимать, ну, это, наверное, мы поговорим уже, когда будем говорить о эгрегорах. У эгрегора может быть администратор сети, а может и не быть. Но это давай оставим на, да. То есть, эгрегором можно управлять. Это кажется, что это, да. То есть, но этой сетью можно управлять путем закидывания туда какой-то информации, чтобы люди, находящиеся внутри эгрегора, воспринимали это как свою собственную мысль. Это вот, к слову, как идет управление обществом, да. Может быть, ты слышал такую штуку, как эгрегориально-матричное управление. Это вот именно про это. Ну, не будем сейчас отдаляться, да. Идея в том, что в этом эгрегоре христианском есть абсолютно разные люди. Абсолютно разные. Мы прекрасно знаем, что в церковь ходят как и бабушки божьи одуланщики, так и воры и убийцы, да. Есть абсолютно разные люди. И вот, соответственно, алгоритмика там совершенно разная. И когда мы, ну, к примеру, человек находится в христианском эгрегоре, да, и он отдает какой-то запрос на свое бессознательное. Что-то он там хочет получить, да. С очень высокой долей вероятности в ответ подмешается алгоритмика из христианского эгрегора. Но, ну, допустим, мне нравится человек, мне нравится соседка. Давай себе представим такую ситуацию. Вот у бабушки есть соседка, которая ее бесит, да. А я даю запрос, что мне с ней делать, как бы там вопрос этот максимально эффективно решить. Да, уже, наверное, кто-то из вас догадался, что может произойти. А так как в христианском эгрегоре у нас находится, ну, например, убийца, которому, ну, реально убить человека, это вообще не проблема. Ну, это даже... Он не парится, да, об этом. То самый простой способ, да, я сейчас очень утрирую, но тут принцип, чтобы ты понимал. Самый простой способ, да завали ее нахрен. Да? То есть приходит этот ответ. И, ну, как бы, понимаешь, да, странная как бы ситуация, но почему бабушка не принимает этот ответ и он даже не обрабатывается? Почему? Потому что у нее есть нравственность, у нее есть понимание, не убей. Категорически не убей. Ни при каких-то там, ни при каких условиях этого делать нельзя. Комар. Вот. Ни при каких... Летал комар, поймал. Ни при каких условиях это делать нельзя. Все. Алгоритмика не принимается. То есть если купол в виде нравственности, да, вот эта система безопасности видит, что... Ну, это даже не система безопасности, а скорее такой фаервол, да, условный. Если он видит, что есть разграничения, да, какие-то, ну, то есть есть отличия по галочкам, по пунктам, все, там дальше разговора больше нет никакого. Даже это не обсуждается, как бы это эффективно не было, как бы это не было быстро, как бы это не было круто. Точно так же и во всех остальных, там, с воровством денег, с изменами, с, я не знаю, там, ругаться матом, условно говоря. Ну, все, что угодно. Это отсекается, это даже не принимается во внимание. Но дело в том, что эта система может быть видоизменена. То есть нравственность человека, ее можно поменять. Несмотря на то, что человек рождается с чистой нравственностью, да, что у него она, ну, замечательная вся, красивая, сочная, да, правильная, чтобы в этом мире ему было максимально легко и комфортно жить и выполнять свою задачу. Зачастую, находясь в обществе других людей, ну, например, начиная с родителей, имбецилов, извините, которые ребенку эту нравственность начинают ломать. Каким образом это происходит? Ну, например, ребенок запрограммирован изначально так, чтобы слушаться своих родителей или, как минимум, быть сильно под их влиянием. А теперь смотри, какая ситуация. Родители, например, говорят ребенку, Ванечка, ребенок родился какой-нибудь, да, они говорят, Ванюша, курить это очень плохо, не надо курить. И сами идут, ну, как бы на отсос, да, отсос Петрович сигареты или вейпа или что-то. Но ты, Ванечка, не кури, это плохо. У Ванечки проявляют, ну, получается когнитивный диссонанс. Или, например, мама говорит Ванечке, надо папу любить. Папа хороший, папу надо любить и уважать. И в то же время Ванечка видит, как мама, например, ну, с подружкой рассказывает, какой папа, собственно, не молодец, да, или там наоборот папа может так делать, да. То есть, понимаешь, в чем идея. Идет когнитивный диссонанс. И ребенок, соответственно, записывает настройки, которые ему говорят родители. Понимаешь? То есть, есть влияние вот как раз на эту нравственность. Соответственно, нравственность нарушается, вот эти базовые установки. Они деформируются. И вот возникает вопрос логичный. А что же делать, если, ну, вот как нам вообще понять, как вернуться к базовым настройкам? Как их починить? Потому что ситуация, ну, на самом деле, аховая. Ну, ты же не понимаешь, ну, а как понять, какие они там были, эти настройки? Ты же не можешь у младенца взять и спросить, да. И, ну, это непонятно, как это сделать. Для этого есть у нас такая функция, которая, собственно, не меняется. Которую можно прикрыть газеткой, но ее поменять нельзя, что бы ты ни делал. На нее можно закрыть глаза. Ее можно не слышать, но она есть всегда. Это называется внезапно совесть. Бывает же так, родной, когда ты что-то сделал, да? Ты себе это объяснил, ты себе там много чего рассказал, ну, что, типа, я прав, так и должно быть, все классно. А что-то подъедает тебя. Подъедает. Вот как говорят, да, кошки скребут на душе. Из какой-то вот это дискомфорт, совесть замучила. Да? Так вот, для того, чтобы вернуться к заводским настройкам, нужно следить за своей совестью. Совесть – это как некий маяк. Понимаешь? Это маяк на то, чтобы ты вел себя правильно. Правильно в том смысле, чтобы получать нужные результаты. И жить счастливую жизнь. И здесь очень важно отличить позыв совести от каких-то программ нашего ума. Мы сейчас уже скоро перейдем непосредственно к алгоритму действий, который нужно задействовать, что нужно делать. Потому что очень часто нам кажется, что это, ну, типа, ну, то есть его можно спутать. Нам может показаться, что это не совесть, например, нам говорит, да, а какая-то программа. Мы можем себя пытаться в этом убедить. Но если ты, вот опять же, там, так задумаешься очень хорошо и повспоминаешь все, ты совесть никогда не отличишь от программы. Точнее, ты совесть всегда отличишь от программы. Всегда отличишь. Это особое ощущение, которое не спутать ни с чем. Единственное, что мы, да, вот, как обычно бывает, мы просто это прикрываем, что называется, газеткой. Мы эту совесть просто загоняем подальше. Вот это ощущение, мы его забиваем ногами под пол. То есть вот человек, да, там, ну, условно говоря, там, мужик изменяет жене постоянно, на постоянной основе. У него это даже, там, целый, я не знаю, ну, марафон, не марафон, но, в общем, ему прикольно, да. И он изначально чувствовал вот это вот ощущение, да, вот это, ну, что-то гадкое, ну, особенно, когда возвращался к своей жене, да, она ему смотрела в глаза, спрашивала, где ты был, а у него прям, ну, типа, он говорит, с друзьями пиво пил, да, а на самом деле совсем не с друзьями и не пиво, и не пил. Вот. Но со временем он выработал в себе качество, при котором, ну, то есть он выработал в себе такой алгоритм, как он эту совесть может спокойно заглушать. То есть, например, он говорит, что, да, просто жена за собой не следит, ну, условно говоря, она страшная, поэтому я вообще прав, я же деньги домой приношу. Ну, или какая-нибудь такая херня, да, это идиотизм, но вот ему нравится, он считает, что это нормально. И, соответственно, вот, понимаешь, короче, совесть ты всегда услышишь, всегда, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, когда она у тебя включается, это невозможно пропустить, понимаешь, особенно, когда ты делаешь это, ну, какую-то херню ты делаешь первый раз, или там второй, третий. На соты уже может быть, конечно, ну, не такая реакция. Но даже на соты она есть. Просто ты ее сразу оп-оп-оп, рэпчик даже такой есть, как там ты затолкал ее в грязь, там, забил эту совесть, и совесть осталась лежать, да. И надо еще понять одну такую простую штуку о нравственности, что... Вот нравственность – это набор каких-то параметров, да, где с ними, ну, условно говоря, можно согласиться, там, да, нет, или, допустим, не знаю, мне все равно. Так вот, самое плохое, что может случиться с человеком, есть такое слово, называется безнравственное. Это тогда, когда человеку пофиг на какое-то событие. Ну, грубо говоря, вот людей убивать можно или нет? Да, пофигу. Вот когда человеку пофигу, вот лучше бы он был маньяком, лучше бы он был, там, я не знаю, садистом, кем угодно, но вот когда человек безнравственный, это считается, ну, самой низкой точкой падения, это вот полнейшая уже деградация. Это происходит, точнее, почему это деградация? Потому что фильтра нет. Никакого вообще, то есть, представляешь, к нему в голову пролазят все алгоритмы, которые только может. То есть, он, не знаю, вляпался в какой-то новый сильный эгрегор, все будет делать, все шоу, то есть, это фактически, ну, человек без тормозов. Это ужасно, то есть, вообще жесть. Он карму свою, наверное, я не знаю, сколько ему надо ее отрабатывать будет в таком случае, да. То есть, это очень плохо. Вот эти разговоры про агностиков, про, опять же, вот, да, шалава называет себя эскортом, то есть, это, ну, когда человек объективную какую-то дрянь пытается обернуть какую-то оболочку веселую, да, типа, это, ну, так, прикольно, на самом деле ничего прикольного. Теперь давай мы с тобой непосредственно поговорим о влиянии, о том, как выйти, собственно, из-под влияния ума, да, спустя час практически, но ты пойми, нужно было разобраться. Надо было понять вообще, как оно работает. И то это я тебе так очень сжато даю, да, задавай вопросы, не стесняйся. И вот смотри, теперь мы понимаем, как работает весь этот механизм, да, мы понимаем, что такое есть ум, и нам нужно выйти из-под его влияния, то есть, нам нужно этим управлять, то есть, быть разумным, да, не умным, а разумным, чтобы нам, да, отдавать, соответственно, команды своему мужу, чтобы он там с ума не сходил без нас. Ум сошел с ума. Смешно. Так вот, дело в том, что у нас как вообще вот определиться, что нам надо выйти из-под влияния ума? Как понять, что мы находимся под его влиянием? Ты должен понять, что ум он в каком-то смысле это двойственная структура, то есть, у него всегда работает так, нравится, не нравится, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот посмотри, например, на маленьких детей. Вот бывают такие ситуации, я это лично наблюдал, когда ребенку нужно выпить таблетку, таблетка горькая, да, он ее не хочет пить. Но, или там даже, нет, это была не таблетка, это была калина. Калина есть такое растение, да, заварить калину и типа от простуды там навернул. Она горькая, ну, жесть вообще. А вот ребенок готов болеть и там ласту склеить от этой болезни, лишь бы не пить горькую калину. То есть, ум, он вот в каком-то смысле, вот опять же, глупый, видишь, то есть, ему лучше страдать и грустить, чем сделать одно действие, пускай не очень приятное, но это все пройдет. То есть, есть вот такая вот хрень. И тебе нужно подобное свое поведение отследить. Уж прости, но придется тебе в этом копаться. То есть, ты должен отследить вот какие-то моменты в своей жизни, когда ты поступаешь именно так. То есть, грубо говоря, у тебя, я не знаю, там, есть желание, допустим, построить бизнес, да, какой-то. И для этого тебе, я сейчас, опять же, это все очень утрировано, да, но я думаю, ты это сможешь примерить на себя. Допустим, тебе надо построить бизнес, и для этого тебе нужно совершить ряд каких-то действий. К примеру, твой бизнес связан, ну, пускай будет с Event Industry, как у меня. Ты делаешь, вот как я делал, фаер-шоу, к примеру, с фейерверками, там, конями и цирком, да. Вот. И тебе нужно, к примеру, пойти к ивентеру и поговорить с ним, да, к организатору праздника и сказать, что так и так, вот я хочу такое сделать, а что там сейчас, допустим, в тренде, я сейчас очень условный пример беру, да, то есть тебе надо пойти поговорить с организатором и в каком-то смысле даже попросить у него помощи, да, помощь будет в чем заключаться? Ну, помоги мне, вот скажи, пожалуйста, а что мне вот лучше сделать, а как там, да, то есть пойти к человеку на контакт. Но ты, сука, гордый карась, ты не можешь, потому что ты жабры свои раздул, да, у тебя чешуя заблестела, плавники вот расправил, да, и как это я пойду спрашивать, я ж такой весь крутой, я ж на пафосе, да, я охренительный, вот, я что-то как-то сам лучше, да. Может быть, ты где-то себя узнал, да, может быть, узнал какого-то своего знакомого. Это просто пример. И в чем здесь идиотизм? Идиотизм в том, что нужно пойти и к человеку, поговорить просто, ты же, ну, ничего страшного не делаешь, да, такого для себя так уж точно. И для человека нет, ему даже, может, приятно будет, что он является для тебя авторитетом, но ты себе выстроил, нагородил там какую-то хрень, и ты не идешь. Еще проще пример, более жизненный для многих, да, когда, вот, допустим, люди поругались, да, к примеру, и, допустим, один человек, ну, вот, неважно даже, кто виноват, всегда есть виноватый, да, и, как правило, это какая-то одна сторона, вот эти разговоры, там, оба виноваты, все это педорастические разговоры, то есть, всегда виноват кто-то один, кто-то косякнул конкретно, да, то есть, с кого-то это началось. Но сейчас даже это не важно. Вот представим ситуацию, два человека поругались, по какой-то причине, пофигу по какой. И вот, там, Вася с Колей поругались, и Коля говорит, ну, ладно, бро, давай замнем как-то, давай, ну, давай поговорим, давай, может, мы как-то решим этот вопрос, давай еще что-нибудь. А другая сторона, он надулся, блядь, и сидит, как индюк, понял? То есть, вот он сидит, потому что, ну, как это, нет, пусть он еще поизвиняется, или пусть он приползет, короче, на коленях ко мне приползет, мне, там, я не знаю, дары мне сутулы какие-нибудь принесет, да, а Коля так думает, слушай, ну, я уже извинился один, я пытался поговорить, но он не хочет, что я могу сделать? Ну, значит, ему, наверное, не надо. И другая сторона, вот она будет сидеть, она будет сидеть, да, то есть, ну, это же идиотизм, намного проще, и самое интересное, что Вася, да, то есть, Коля пытался как-то, но Вася не хочет, и Вася, вот самое интересное, что оно его даже парить может, ну, то есть, типа, он хотел бы с Колей общаться, он хотел бы как-то что-то восстановить, и помириться бы ему хотелось, но вот эта конченая программа в уме, она ему не позволяет, потому что, ну, я гордый, да, то есть, это, опять же, скорее всего, в данном случае, эта система защиты работает, да, чтобы меня не обижали, я буду вот такой, вот мы сейчас не будем в это углубляться, то есть, факт в том, что, вот тебе нужно отслеживать неадекватное поведение свое, потому что, вот, понимаешь, нам намного проще видеть других людей, да, в другом человеке, как там, в глазу другого мы соломинку видим, да, в своем бревна не замечаем, то есть, тебе нужно выработать, вот, напрячь голову свою, да, и как-то подумать, а как я могу это все вычленять у себя, оно у тебя есть, спроси совета других людей, пользуйся обратной связью, да, опять же, смотри, что это за люди, ну, короче, тебе надо это найти, и надо самому это сделать, для этого надо просто иметь желание и напрячься, вот, это первый момент важный, первый шаг, так сказать, первое действие, то есть, если ты его не сделаешь, тебя жизнь будет по мордасам шлепать до тех пор, пока ты не обнаружишь какую-то дефективность в своих действиях, поэтому бывает у людей часто и циклически повторяются истории, когда там, знаете, люди говорят, почему у меня все одно и то же, ну, потому что ты тупой, других вариантов нет, ну, ты просто твердолобый, тебе постоянно одно и то же происходит, и ты ищешь проблему везде, кроме как в себе, люди разные, ситуации разные, все разное, а ситуация, ну, как это, а результат один и тот же всегда, вот, когда ты нашел, допустим, ты котик, молодец, красавчик, ты все собрался, короче, и вот увидел, ага, у тебя есть дефективное какое-то поведение, какая-то дефективная программа, первое, что тебе нужно сделать, это применить офигенный инструмент, который находится в нашем сознании, он всегда находится в сознании, это такой боевой пес, называется воля, волевое решение, то есть волевое усилие, вот эта способность, понимая, допустим, вот я хочу, мне что-то нужно, да, но я это не буду делать, потому что это приводит меня к какой-то фигне, ну, условно говоря, там человек хочет бросить курить, да, пожалуйста, последнюю сигаретку, можно, я еще пососу, а воля говорит, она как цепной пес, понимаешь, бойцовский, она так вцепляется, хваткой в горло, не будешь ты сосать, все, отказано, нихт, да, то есть задействовать в волю, сразу же, понимаешь, то есть тебе нужно, волевым усилием, обрубить вот эти вот, дефективные алгоритмы, я тебе говорил о том, что есть целое видео на канале, зайди посмотри, позапрошлое видео, оно называется, кризис это всегда точка роста, в момент, когда у тебя происходит какой-то кризис, то есть, допустим, тебя допекло настолько, какая-то ситуация, ты видишь, что, ну, там есть дефективная программа, ты даже докопался, какая это программа, ты понял, что есть проблема, ты понял, в чем она заключается, далее, чтобы эта программа не выполнялась автоматически, ты задействуешь волю, волевое усилие, очень важный момент, ты обратил внимание, как пропагандируется вот эта тема, даже через фильмы, через песни, вот если у тебя проблема, то пойди стакан, наверное, на песне пьяным, да, вот эти вот новые, ну, как новые, относительно новые, вот эта тема, когда он рэпчик вот так разговаривает, ну, типа он пьяный, там, да, под наркотиками, да, там, под еще какую-то хренью, то есть популяризируется идея того, что, если тебе плохо, там, приуныл, прибухни, да, ну, что-то типа того, но в чем опасность этого всего, наркотики первым делом подавляют волю, наркота подавляет волю, усыпляет ее, ты не можешь ее задействовать. Отсюда же и вот тоже, я вот песни вспомнил, сколько есть песенок, да, как рассказывают о том, что да и у всех такое, да и у меня такая херня была уже, да, в юности, да, когда, там, допустим, разошлись с девушкой, да, ты нажрался как сволочь, по этому поводу, естественно, и начинаешь ей писать или звонить, да, знакомая же история, ну, или наоборот, девочки начинают парням звонить. Почему? Потому что, ну, во-первых, ты вообще становишься неадекватным, у тебя просыпаются разные тупорылые алгоритмы, да, но даже если ты понимаешь, что этого делать не нужно, то есть объективно человек, допустим, сделал какую-то херню, и не надо с ним вообще больше связываться, да, и ты принял свое волевое решение, то есть программа на автоматическом уровне пытается дальше выполняться, да, вот эта дефективная программа, личные отношения, да, у нее есть какая-то дефектная алгоритмическая ветвь, да, что делать, например, при расставании, если партнер накосячил, ну, допустим, ты, соответственно, волевым усилием, ты понимаешь, что, ну, так делать не надо, то есть не надо первым идти извиняться, тем более, что тебе не за что, ты ничего плохого не сделал, тебе хочется, эта ветка не отвалилась, тебе хочется это сделать, но ты этого не делаешь за счет того, что ты волевым усилием собака пришла, схватила за горло, и отгрызает потихоньку этот алгоритм, понимаешь, да, идея, но если ты прибухнул, соответственно, собака уже никого не держит, и начинается, это просто вот как пример, а теперь смотри, это видео про кризис, я не зря тебе его вспомнил, ты его можешь пересмотреть, идея в том, что, когда ты борешься с какой-то дефективной программой, ты испытываешь очень сильно негативные эмоции, то есть ты выходишь из зоны комфорта, например, у тебя нет денег, ты не знаешь, как их заработать, ты понимаешь, что те алгоритмы, те программы, которыми ты пользовался, под названием заработок денег, они не работают, они приводят, ну, к какой-то хрени, у тебя не получается, соответственно, у тебя там сейчас нет денег, да, и, ну, к примеру, ты привык что? Привык брать в долг, допустим, да, твоя задача в данном случае принять волевое решение, усилием воли этого не делать, даже если тебе жрать нечего, понимаешь? То есть ты этого не делаешь и говоришь своему уму, давай-ка, родной, лучше вместо вот этого что-то новое изобретем, думай, что хочешь, делай, то есть ты буквально сам с собой должен разговаривать, делай, что хочешь, но только не это, придумай мне новый способ заработать, например, денег, да, меня не интересует, что тебе тяжело, там, тебе некомфортно, то есть ты должен понимать, что для ума самый большой стресс, это выйти из зоны комфорта, выйти из-под, то есть он настроил себе алгоритмов, у него прикольные там программки, у него все в шоколаде, у него все классно, а тут ты такой красивый пришел и говоришь, это все не подходит, это все так не работает, мне не нравится, мне не нравится результат, который мы получаем, давай, пожалуйста, все по новой, Миша, все это не работает, да, все ерунда, и для ума это сильный стресс, опять же, это так нужно, да, чтобы полезные программки не слетали, да, вот, но если программка объективно дефектная, то ее нужно удалять, и удаляется она через негативные эмоции, что, например, вот у тебя нет денег, да, и ты сидишь, грустишь весь такой грустный, не надо бухать, не надо принимать наркоту, ни в коем случае, сиди грусти, и думай над тем, как это решить, и ты должен понять механизм, я его подробно описываю, еще раз напоминаю, в видео, я, наверное, ссылку на него оставлю все-таки в описании, да, что ты посмотрел, я там подробно описываю, как этот механизм работает, но если в двух словах, то с помощью вот этих негативных эмоций у тебя разрушаются дефективные программы, у тебя левая алгоритмика отваливается, понимаешь, то есть ты, да, тебе грустно, обидно, но, соответственно, благодаря этому, ты удаляешь всякую хрень и записываешь на ее место новое, то, что у тебя должно работать, если оно не работает, ты опять переписываешь, ну, и так далее, и так далее, и это нормальный процесс, то есть если подвести итог некоторый, да, как это происходит, то есть первое, ты должен идти, жить по совести, как говорят, да, то есть ты должен слушать свою совесть, когда тебе нужно что-то сделать, первый твой вопрос должен быть, а не идет ли это в разрез с моей совестью, и внимательно слушать, то есть если, например, тебе какая-то шалава предложила погулять, ну, там, кофе попить, да, а у тебя дома жена с ребенком, ты должен себя очень внимательно послушать, задав вопрос, а не идет ли это в разрез с моей совестью, а правильно ли я делаю, понимаешь, и так во всем, что бы ты ни делал, любые твои действия должны начинаться с этого вопроса, любые, не идет ли это в разрез с моей совестью, если идет, ну, соответственно, ты понимаешь, что, ага, допустим, идет в разрез, а я очень хочу, что это означает, это означает, что программа дефективная, она ведет тебя к заднице, соответственно, ты включаешь волевое усилие, ну, и дальше, как я тебе объяснял, а ты можешь там пострадать, ты можешь там, ну, ты таким образом перезаписываешь, в принципе, все, казалось бы, так просто, да, еще раз, смотри, это на пальцах просто объяснить, задействуешь свою совесть, то есть спрашиваешь у совести, правильно ли я все делаю, нужно ли это, не идет ли это в разрез с тобой, совесть моя, да, если идет, вычленяешь вот эту программу, дефективную, четко ты ее должен отследить, что это такое, далее ты призываешь своего верного пса в волевое усилие, которое находится в сознании, всегда в сознании воля находится, ты волевым усилием эту программу перегрызаешь, условно говоря, ей горло, оттаскиваешь от общей алгоритмики, и далее через кризис, да, тебе будет не нравиться, но ты это все удаляешь и настраиваешь туда новый какой-то или алгоритм, или вообще полностью программный продукт переписываешь, все, вот, это казалось бы так просто, но почему-то это вот вызывает огромные сложности у людей, и тут, опять же, если ты внимательный и хорошо это все переваришь, ты должен спросить у меня, слушай, Андрей, а тут есть такой вопросик, а что, если я все это делаю, а у меня все равно в жизни жопа, и вот тут есть два варианта, почему так может быть, вариант первый, ты за место старых программ записываешь новые, но они неправильные, такие же неправильные, то есть для того, чтобы прописать правильную программу, ну, например, можно ознакомиться с основами управления, то есть для того, чтобы влиять на какой-то процесс, ты должен понимать, как это делают, для этого, ну, как это делается, я тебе рассказывал о шести обобщенных приоритетах управления, что есть некая структура методов воздействия на что-то, на человека, на другой какой-то объект, на события, на социум, неважно, да, условно говоря, с помощью вот этих методов, да, этих средств, можно добиться определенного результата, плюс мы еще с тобой так и не говорили, в принципе, о общей теории управления, как это работает, я думаю, мы это обязательно с тобой обсудим, то есть там тоже есть определенный алгоритм, что нужно делать, чтобы чем-то управлять, да, то есть это сбор данных, их обработка и, соответственно, выдача результата, если так вот очень коротко, да, это описать, то есть скорее всего, что ты просто, да, вот первый вариант, почему все равно у меня жопа, потому что ты выводы неправильные делаешь, вот самый простой вариант, да, ты можешь взять готовые решения каких-то других людей, да, но опять же не факт, что эти люди правы, не факт, что это тебе подходит, все ситуации абсолютно разные, то есть это первый вариант, почему так может быть, да, и второй вариант, если ты точно знаешь, что алгоритм, который ты новый поставил, он правильный, все нормально, а у тебя все равно задница, то ты должен понимать, что наш мир устроен таким образом, что ничего бесследно не происходит, то есть все равно, если ты где-то накосячил, у тебя, ну вот то, что называют кармой, да, то есть тебе нужно это отработать, если очень, опять же, по-простому, ну представь, что ты занимался, не знаю, воровством очень много, да, и все это вскрылось, и ты такой, все, я понял, я воровать больше не буду, ну хорошо, больше не надо, не воруй, но это же не значит, что ты не будешь отвечать за уже содеянные какие-то свои дела, да, ты или компенсируешь это все, или там в тюрьму сядешь уже, опять же, разные могут быть варианты, и тут ты должен помнить одну такую простую вещь, что во-первых, ты никуда не денешься от этого, то есть если ты уже на тупорыл, вот в своей жизни, да, причинил много кому боли, там, делал какие-то действия, ты по-любому за это ответишь, и дай бог, чтобы в этой жизни, чтобы это не перекинулось на следующую жизнь, потому что если оно перекинется, это означает, что это такой косяк, что тебе этой жизни просто не хватит, чтобы это отдать, понимаешь, почему иногда карма, да, переходит на следующую жизнь, потому что в этой ты уже не отдашь, ты столько не выстрадаешь тут просто, понимаешь, тебе этой жизни не хватит, и лучше, чтобы в этой жизни у тебя получилось отдать. Чем быстрее, тем лучше. Это во-первых. А во-вторых, тебе надо понять еще вот какую штуку. Что мир здесь, он устроен так, что с тобой всегда поступают самым мягким, самым лучшим, самым хорошим способом. То есть нету идеи тебя как-то загнобить, унизить, что-то с тобой плохое сделать. Такого нет, это никому не нужно. То есть с тобой всегда поступают по самому лучшему, самому мягкому сценарию. Вот запомни это раз и навсегда. Вот зафиксируй себе это в голову. Жизнь всегда происходит по самому лучшему сценарию. Но надо понимать, что самый лучший сценарий но только в рамках определенного спектра возможностей, понимаешь? То есть, грубо говоря, если ты проворовался там как-то, воровал где-то что-то, то и у тебя есть варианты, тебе вышку дадут, я не знаю, срок в колонии строгого режима, срок в колонии поселения, либо просто домашний арест с конфискацией, условно говоря. То выберется самый лучший вариант. Понимаешь? Всегда так. Это исключений нету. Всегда выбирается самый лучший вариант. И если тебе не нравится последствия, которые ты на себя навлек, ну, родной, ты просто недооцениваешь, чего ты может быть, мог бы получить. Да? Но просто бывают в жизни такие ситуации, когда человек настолько заузил вот этот коридор возможностей, что уже ну уже нельзя выйти сухим из воды, ну никак, ну уже не получится. Как бы там ты не старался, да, ты должен понимать, что в каких-то моментах уже нельзя мягче. Мягче нельзя. Если ты накосорезил там, понимаешь, то ну нужно отдать. Таков закон. По-другому никак. И да, после этого у тебя пойдет нормально. То есть ты рассчитаешься с этим долгом, а дальше у тебя пойдет нормальная жизнь. При условии, что ты выбрал правильную алгоритмику, да, и убрал дефективную. Вот это нужно четко для себя понять. Да, жизнь, она непростая. Она вот в этом смысле, вот понимание этого, оно занимает, вот у меня заняло достаточно длительный период жизни, да, потому что я и ругался на это все и говорил, вот как все несправедливо, ну вот эти все дела, понимаешь. А на самом деле все очень справедливо, очень справедливо. И с этой точки зрения, смотря на некоторых людей, которые страдают, да, и в принципе страдают, ну да, вот на людей, которые страдают, на некоторых, на всех, я им соболезную, сочувствую, да, но мне их не жаль. Я понимаю, что, во-первых, это заслуженно, а во-вторых, это нереальная возможность для человека перейти на новый уровень. Потому что, как мы уже говорили, через стресс, через какой-то кризис мы имеем возможность вырасти. А можем мы не вырасти, если опять же мы твердолобые, да, мы непробиваемые, да, то мы просто вызовем на себя еще больший кризис, который, ну вот в этот раз нас точно все-таки заставит что-то делать и делать правильно, как-то пошевелиться. Я вообще могу сказать, что если ты смотришь это видео, не то, чтобы это прям, знаешь, благодать с небес на тебя сошла, но это, как минимум, говорит о том, что ты пытаешься что-то сделать, как-то разобраться, как-то свою жизнь привести в порядок. И это заслуживает моего, в частности, уважения. Я очень рад, что ты так мыслишь. Да, ты можешь со мной согласиться, можешь не согласиться, это дело уже абсолютно твое, моя задача дать тебе, передать некоторую информацию, да, как действовать, это уже твоя ответственность, но то, что ты, в принципе, этим интересуешься и пытаешься что-то сделать, это достойно уважения, это уже очень хорошо, это круто. И да, ты должен понимать, что легко не будет. Ну, не будет легко, конечно, ну, тем эта игра и интересна. Просто относись к этому всему, вот как к игре, понимаешь? Посмотри, как к этому всему относятся дети. Они когда учатся вот на велосипеде кататься, да, они падают, но им весело, им прикольно, им хочется кататься, понимаешь? Он может упасть, поплакать, но он все равно, ты вот обращал внимание? Ну, вот у меня как-то так получилось, я не знаю, я как-то легко поехал, да, но бывает, я видел, когда там дети падают постоянно, да, но они все равно, им это очень нужно, и они добиваются в итоге успеха и катаются еще лучше, чем я даже. Вот. Понимаешь? Да что там на велосипеде? Дети ходить, вот мы все учились ходить. Сколько раз мы падали, да, и всегда поднимались, и всегда мы шли вперед. Мы делали ошибки, но ошибки не потому, что мы плохие какие-то, а нам нужно было настроить вот эту связь, да, управление, то есть настроить эту программку, нахождение, нахождение по полу, там, по земле и всему остальному. Вот и все, относись к этому так, ты просто учишься. Ну и что, что тебе там какое-то количество лет, или там, у тебя было много ошибок. Знаешь, сколько у меня ошибок было? Знаешь, сколько я ошибался в себе, в людях, еще там в чем-то, ну, знаешь, сколько раз мне было больно или неприятно? Очень много раз, очень много. Но каждый раз после вот подобных событий я всегда поднимался на ступеньку выше. И я делал правильные выводы, когда делал правильные выводы, то ситуации эти не повторялись. И все было замечательно. Поэтому, знаешь, там, если ты сейчас раскис, ну, или еще там, ну, начинаешь подбери сопли, не парься, ну, все будет хорошо. Да, эмоции, это, ну, нормально, можешь поэмоционировать, все там, погрустить, но ты должен понимать, что это необходимо. Это очень нужная вещь, это твой инструмент, понимаешь? Вот, и не бойся, ничего. В общем, ты молодец, спасибо, что дослушал до конца, пожалуйста, поставь свой лайк, тебе это, правда, ничего не стоит. Я вижу, что мои труды не проходят зря, да? Вот, подпишись на канал, если ты не подписался, в общем, про взаимодействие как-то, мне, правда, будет очень приятно, сделай вот этот, энергообмен, я буду тебе очень благодарен. Ну вот, зайди в описание, там ссылка на телеграм, на инстаграм, вот, и ссылка на видео, где я говорю о кризисе, вот, для чего он нужен, как его использовать, ну, и так далее, и так далее. Спасибо тебе еще раз, счастья тебе желаю, обнял. До встречи.